МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прямом эфире телеканала Санкт-Петербург. Новости. Меня зовут Виктория Дёмина. Здравствуйте. Главное к этому часу. Рекордные показатели с начала зимнего сезона в городе растопили свыше полутора миллионов кубометров снега. Ледяная и обжигающая с потеплением петербургские моржи возобновили погружение в Неву у Петропавловской крепости. Долгожданный подарок новогоднюю мечту Алисы из Петербурга, загаданную на ёлке желаний, исполнил замминистра обороны. Массовая авария произошла на скоростной трассе М-11. Под Новгородом столкнулись более 50 автомобилей. Есть погибшие и пострадавшие. По предварительным данным, ДТП произошло из-за ухудшения погодных условий. В регионе действовало предупреждение МЧС из-за сильной метели. По факту случившегося, региональная прокуратура проводит проверку. По предварительной информации, 4 человека, в том числе один ребенок, погибли. 6 человек получили родение. На месте работают сотрудники господинспекции, следственная оперативная группа, сотрудники МЧС. Скорая помощь. Также на месте работают сотрудники Следственного комитета по Новгородской области. Движения в сторону Москвы полностью перекрыты. Автомобилисты стоят в многокилометровой пробке. На трассе развернут пункт обогрева. Людям предоставили горячий чай и бутерброды. Причины и обстоятельства ДТП выясняются. Двое туристов из Петербурга погибли в Хибинах. Тела мужчин обнаружили сегодня в районе ущелья Рамзая. Личности погибших установлены. Это жители северной столицы 1975 и 1969 годов рождения. По основной версии Следственного комитета, туристов, которые передвигались на снегоходах, накрыла лавина. При этом группа не была зарегистрирована в МЧС. Поисково-спасательная операция в Хибинах уже завершена. Всего на месте работали 51 человек и 29 единиц техники. Александр Беглов встретился с женами участников СВО. Праздничное чаепитие провели в Михайловском театре. Губернатор поблагодарил их за стойкость и поддержку друг друга. На встрече обсудили планы по развитию Петербурга в наступившем году и взаимодействие с семьями военнослужащих. Город оказывает всестороннюю поддержку каждому по многим направлениям. Хочу прежде всего поздравить вас с прошедшими праздниками, с Новым годом, с Рождеством. Я понимаю, что вам пришлось одним встречать этот Новый год, без мужа, все мысли, конечно, о них. Но они сегодня там, где труднее всего, и там, где решается судьба России. Это правда. Они сегодня наши герои, мы ими сегодня гордимся. Жены участников СВО поблагодарили губернатора за своевременную помощь от городской администрации по любым вопросам. Очень помогают и социальные участковые. Женщины подчеркивают, что за время специальной военной операции стали тесно общаться с родственниками других военных и даже создаются организации для помощи друг другу и сбора на фронт посылок. С Новым 2024 годом удалось поздравить своих мужей, дистанционно отправив небольшие видеоролики. На одной встрече с Евгением Николаевичем Разумишкиным мы, жены и матери, попросили в районе организовать площадки по плетению маскировочных сетей своими силами. Со временем рейд стал местом для общения и поддержки друг друга, и, соответственно, еще и площадкой для регулярных встреч с администрацией района и социальными кураторами. По завершению встречи всем участникам вручили новогодние подарки, а главным презентом для жен военнослужащих стало посещение балета «Щелкунчик» в Михайловском театре. Некоторые признались, что впервые увидят легендарную новогоднюю сказку на сцене. Льготы при оплате школьного питания и проезда в общественном транспорте по единой карте петербуржца останутся прежними. Так, стоимость одной поездки в наземном транспорте составит 42 рубля, при оплате через мобильное приложение – 40. Проезд на метро обойдется в 47 рублей, как при оплате карты, так и через приложение. При пополнении счета школьного питания с помощью ЕКП сохраняется кэшбэк в 10%. Как подчеркнул губернатор Александр Беглов, ЕКП очень востребовано у петербуржцев. Сейчас карты пользуются более полутора миллионов человек. Проект будет развиваться и дальше, отметил губернатор. Появятся новые услуги и льготы. В первый рабочий день изменится режим работы вестибюля станции «Площадь Восстания», выход на Ливский проспект и к Московскому вокзалу. В течение четырех дней там проведут капитальный ремонт эскалатора. Так, вход на вестибюль будет закрыт с 9 по 11 января с 8 утра до 9.30. С 17.00 до 19.00 часов вход будет ограничен 12 января с 8 утра до 9.30. И с 17.30 до 20.00 вход будет закрыт. Как отметили в пресс-службе метрополитена, при необходимости возможна корректировка времени ограничения с учетом фактического пассажиропотока. Для пассажиров будут доступны расположенные в непосредственной близости вестибюль-1 станции «Площадь Восстания» и станция «Маяковская». Более 75 тысяч грузовиков приняли городские снежные пункты с начала зимнего сезона. По информации «Водоканала», там растопили свыше полутора миллионов кубометров снега. Рекордсменом остается комплекс на мебельной улице. В этом сезоне он принял более 192 тысяч кубометров снежных масс. Добавлю, все городские пункты работают в штатном режиме. «Водоканал» совместно с Комитетом по благоустройству круглосуточно, ведут работу по приему снега и распределяют транспорт в соответствии со степенью загруженности комплексов. «Заряжает и омолаживает» так о ледяной Неве, говорят петербургские моржи. Любители зимних купаний возобновили утренние погружения. Погода, говорят, способствует. После крепких морозов в северной столице начало теплеть. Как захватывающую дух процедуру. Проводить не просто безопасно, но и с пользой для здоровья узнала Мария Марченко. Каждое утро Невские моржи начинают с пробежки. Дистанция минимум 2 километра. «Ресуль, привет!» «Годрое утро!» «Здравствуйте!» Перед погружением в прорубь обязательная зарядка. Нужно разогреть тело, чтобы не замерзнуть, раздеваясь на морозе. После энергичных упражнений можно и в воду. На это даже смотреть холодно. Все-таки сейчас минус 8, но Невские моржи своему утреннему ритуалу не изменяют, несмотря на плохую погоду. В сообществе Невские моржи почти 600 человек. Люди разного возраста и профессии. Елена Осипова, например, костоправ. Ледяную прорубь рекомендуют и своим пациентам. И такой пример заразителен. 5 лет назад Геннадий Зевякин гулял у Петропавловской крепости, увидел людей в купальных костюмах и тоже решил стать моржом. Верит в целебную силу Невской воды. Это включает оздоровительно омолаживающие процессы. Включает у нас иммунитет, начинает работать. Болеем, но очень редко. Не боимся болезней. Болезнь, она приходит, уходит. Все хорошо. Пляж у Петропавловской крепости считается родиной моржей. В 60-х здесь собирались ленинградцы, которые образовали клуб «Большая Нева». Любимым местом досуга энтузиастов была полынья под Кронверским мостом. В заплывах участвовали 600 человек. С тех пор правила для новичков не изменились. Медленно подходишь, не заныривая с головой, а ногами заходя в воду, чувствуя землю под ногами, и по грудь зашел достаточно, присел три раза. Первые секунды вода обжигает, захватывает дух. Поэтому даже моржи со стажем не рискуют погружаться в одиночестве. Кто-то обязательно страхует на берегу. Я горд считать себя петербуржцем, моржом, невским моржом. И тот ресурс, который дает мне природа, то в той полосе, где я живу, это просто бесценно. Я просто не имею права быть мерзляком. Впереди у любителей ледяной воды серьезные соревнования. Кубок «Большой Невы». Традиционный зимний фестиваль пройдет в феврале на грибном канале Крестовского острова. Одна из дисциплин как раз моржевание. Мария Марченко, Игорь Кочаровский, Марина Визинская, Анна Терещук. Новости. Телеканал. Санкт-Петербург. Новогоднюю мечту 12-летняя Алиса из Петербурга исполнил заместитель министра обороны Николай Панков в рамках акции «Елка желаний». В своей открытке девочка просила подарить ей коньки. Кроме самого подарка для Алисы ее мамы организовали экскурсию по зданию Минобороны, а также пригласили в спорткомплекс «Ледовый», где девочка пообщалась с выдающимися спортсменами клуба ЦСКА и покаталась на коньках. Я вышла на лед. Благодаря тренеру я научилась правильно кататься. Несколько элементов научилась делать. С самого детства хотела заниматься коньками. Напомню, всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит уже в шестой раз. С 2018 года мечты исполнили более 106 тысяч детей со всей страны. И в завершение выпуска о погоде циклон с Баренцева моря принес в Петербург сильный ветер и кратковременную метель. А вместе с ней в город пришло потепление. Минус 5 на термометрах. Сегодня порывы ветра достигали 15 метров в секунду по мере. Прохождение атмосферного фронта, температура продолжит повышаться. И завтра уже новый циклон опять с Баренцева моря принесет оттепель. Столбики термометра уйдут в небольшой плюс. К этой минуте это все, о чем мы успели вам рассказать. Больше новостей на нашем официальном сайте. Всего доброго и до встречи.